Торнадо Энерджи! В игры по 1000 игрового золота, а также напомню, что вы также можете принять участие в раздаче голды на моем канале, для этого ставьте лайкос ролику, пишите комментарий, не важно что там будет написано, главное чтоб я понял, что вы ролик смотрели, и в конце комментария оставляйте свой танковый ник. Вот и все, в следующем ролике, если вам повезет, вы увидите свой комментарий, а ваш никнейм попадет в волшебную табличку, по которой и происходит начисление игрового золота. Ну а мы начинаем, и важная ремарка, все, что я вам сейчас говорю, происходит на супертесте. Это даже не общий тест, это то, что тестируют отдельные игроки, и оно может никогда не появиться на основе, но вероятнее всего, вот в том виде, в котором я вам сегодня расскажу, когда-нибудь мы это с вами в рандоме и увидим. Но в патче 1.9, который вот выходит в конце апреля, этого ждать точно не стоит. Это важная информация, потому что многие считают, что то, что я вам рассказываю, это произойдет прям вот уже прям сейчас, завтра. Итак, ребят, разработчики на супертест выкатили апп Тигра 2. Здорово. Наконец-таки мы дождались этого аппа. Вообще, Тигр 2 сейчас очень плох. Один из самых худших, пожалуй, прокачиваемых тяжелых танков восьмого уровня. Но для меня этот танк, наверное, навсегда останется приятным, классным. Почему? Потому что я его прокачивал в далеком, наверное, 2010 или 2011 году. И тогда не было столько танков, рандом был совершенно другим. И самое главное, все стреляли бронебойными снарядами раз, а точность была действительно плохой. То есть, если у твоего танка была хорошая точность, ты действительно получал преимущество. А не так, как сейчас большинство снарядов летит практически в центр круга, да, с небольшим разбросом. И лишь малая их часть может улететь в край круга сведения. Раньше точный танк действительно был точным. А теперь представьте, что я не хотел прокачивать немецкую технику, потому что деды воевали. И только когда закончились все остальные нации, я дошел до танков Германии. И вот представьте, после советских вот этих вот косых дрынов, после не самых точных американских стволов, я сажусь на немецкого Тигра. Во-первых, он квадратный, и сразу стало понятно, как на нем танковать ромбом. Во-вторых, я помню свой... Я вот прошло сколько лет, я помню свой первый бой на Тигре, втором, на Химмельсдорфе. Мне повезло, я, во-первых, играл в топе, во-вторых, это Химмельсдорф. Лучше для Тигра второго не придумаешь просто карты. И как же я прям такой смотрю, через всю длину по левой части, где вот железная дорога на Химмельсдорфе, со всей длины просто танку целюсь в гусеницу и пробиваю через гусеницу. По-моему, Исаия пробивал. Я такой, вах, вот это точность. И вот это вот впечатление от Тигра у меня до сих пор осталось, хотя я осознаю, что танк шлак. И разработчики, что же они решили ему сделать? Ну, во-первых, в стоковом состоянии у Тигра второго станет более удобная пушка. Это пушка с альфой 240, которая получит альфу в 280. Немного, но все-таки лучше. Но время перезарядки будет увеличено с 6,7 до 7,8, более чем на одну секунду. А время сведения уменьшится с 2,7 секунды до 2,5, как у топовой пушки. Что произойдет с топовой пушкой? Просто поменяют альфу. С 320 альфы за один выстрел до 360. Но, ребят, не это главная проблема Тигра. Альфа это, конечно, хорошо. С хорошей альфой можно больше наносить урона за выстрел. И при этом ДПМ поднимается, потому что перезарядку ему не трогают. Он так в районе 10 секунд и остается. Но самое главное, что трогают Тигру второму, это броня. И вот броня в нынешнем рандоме, пушка у него до сих пор классная. Пробивает 225 на ББшках, 285 на подкалиберах. Но броня его на сегодняшний день просто унижение. И сейчас я вам покажу, что сделали с его броней. Вы просто офигеете. Это действительно очень жесткий апп по броне. Сейчас мы находимся с вами в клиенте для супертестеров. И смотрите, на ЛД как была 120 мм, так и осталось. Но в ЛД уже не 150 мм, а 160. Казалось бы, всего лишь на 10 мм, но там угол и приведенка вырастает. Кроме того, нету ослабленных зон. Вот это пулеметное гнездо, не ослабленная зона. Борта как были 80, так и остались. Здесь на какие-то чудеса рассчитывать не стоит. Но теперь мы смотрим маску орудия. И чтобы вы понимали, вот эта вот часть, лобовая, не имеющая наклонов, была 185 мм. Унижали все. Теперь мы с вами здесь видим 240. Это очень существенный апп. И с этим аппом на танке 8 уровня можно будет больше танковать. Кроме того, вот этот козырек был 40 мм. Всего лишь 40 мм, стал 50, ну то есть чуть больше выживает. Борта башни были 80 мм. И внезапно становится по 120. Ну и лючок, наконец-таки, был 150 мм, становится 155. Остальные места я посмотрел, никаких отличий не увидел. Итого, ребят, у тигра ВЛД на 10 мм толще, но приведенка дает нам плюс 30, плюс 20 примерно. Не, вру, плюс 20 дополнительных мм брони. Лоб башни, ну сами можете посчитать, да? 15,40 на 55 мм толще становится. Я уже не говорю про козырьки и борта. Борт 80 был, стал 120 на 40 мм толще. С учетом того, что Тигр не самый плохой танк в отношении его танкования ромбом, это действительно существенный апп по броне. Я очень надеюсь, что они его не отменят, и в таком виде Тигр выйдет. Да, он не станет имбой, но он станет приятным играбельным танком. Я напомню, что по остальным параметрам он очень классный. У него и обзор хороший, и все остальные показатели. Но это еще не все, ребят. Я обмолвился, что стоковая пушка Тигра 2 была 240, станет 208 с урона. Но его стоковая пушка, это топовая пушка на Тигре в первом, которая идет на седьмом уровне. И у нее точно так же. Все эти изменения ее касаются. 240 единиц становится 280, перезарядка 6,7 секунд становится 7,8, то есть ДПМ не меняется. А время сведения уменьшено с 2,7 до 2,5 секунды. Ну, то есть чуточку быстрее будет сводиться. Но! Это хорошо. Тигр первый, в принципе, отличался всегда своим ДПМом. Ну, будет чуть дольше перезаряжаться. Не знаю, как это на нем скажется, зато за выстрел будет 280 единиц наносить. Я бы, на самом деле, перезарядку бы его не трогал, просто бы ДПМчик его опнул. Хотя, знаете, есть такая несправедливость, что у Тигра первого ДПМ вот с его пушкой топовой выше, чем ДПМ на Тигре втором с топовой пушкой. Вот такие вот метаморфозы происходят с этими танками. Но, тем не менее, ребят, Тигру первому так же апают броню. И сейчас я вам покажу, где. Там особо-то нечего показывать, но, тем не менее, покажу. Короче, когда я слышу квадратный танк, я почему-то всегда вспоминаю немецкие танки. Они не любили наклонную броню делать, ну, до тех пор, пока там Тигры не появились, Пантеры и так далее. В основном, вот даже Тигр первый у них достаточно квадратный. И поизучав его броню, могу сказать, что корпус не тронули, а вот маску орудия потрогали. Чтобы вы понимали, маска орудия у Тигра первого на топовой башне скакала от 100 до 160 миллиметров. Сейчас там больше 200 можно встретить, вы сами это видите, и 220 миллиметров, такие показатели. В общем, напоминаю, что это танк седьмого уровня, который может периодически встречать танки пятого уровня. И им надо будет как-то эту машину пробивать. Ну, в общем, вы сами понимаете, что маска орудия у Тигра и раньше время от времени держала выстрел, да, и не пропускала урон. Сейчас, возможно, станет это... Ну, эти дела станут капельку лучше. Теперь же не могу сказать, что Тигра прям как-то жестко апнули. Мне кажется, даже в какой-то степени вот это изменение его альфы без изменения ДПМа скажется ему в худшую сторону, потому что раньше он классно всех держал на катке. Сейчас все-таки на более чем на одну секунду перезарядка вырастет. Ну и, наконец, ребят, машина шестого уровня. ВК-3601H. К сожалению, показать по броне нечего, потому что по броне ее не трогали. Но орудие ее 8,8 см, КВК 36,56 калибров. Разброс орудия уменьшен с 0,38 до 0,36 на 100 метров, ну, то есть чуть-чуть точнее станет. И улучшена стабилизация, что добавит еще больше точности орудию. Скорость заднего хода изменена с 12 до 14 км в час, а суммарный запас прочности для башни стоковой изменена на 1000 до 1100 единиц, а на топовой башне с 1060 до 1200 единиц. Ну, то есть хп чуть-чуть накинули. Показывать эти характеристики я не вижу смысла, поэтому это весь апп. Это машина шестого уровня, ну, в общем, вы поняли, да? Шестерку, семерку и восьмерку аппнули. Короче, на мой взгляд, из всех этих аппов, если по тигру у меня нету какой-то четкой позиции, ну, броня это хорошо, а вот ДПМчик, он не изменился, блин, ну, вот перезарядка, я вам объяснял про гуслю, да? У меня вызывает сомнение. То по тигру второму я просто прям вот радуюсь, потому что машина сейчас очень унылая. И вот эти правки я вижу, что они вот именно по слабым точкам прошлись. Альфа, броня. В остальном тигр-то всегда остальными вещами и славился. Был нормальный. Ладно, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал и надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч!